Привет! Я не знаю, это первое, что мы показали? Добро пожаловать в Волокнопару! Добро пожаловать в Волокнопару! Сегодня мы готовим сангрию. И сейчас я сначала покажу, какие ингредиенты нужны для неё. В первую очередь это жидкости. Газированная вода, сильно газированная, либо содовая на ваш вкус. Сухое или полусухое, полусладкое вино. Белое или красное тоже на ваш вкус. Мы выбираем полусладкое. Белое. Белое, да. Ну, в принципе, если вы выбираете полусухое или сухое вино, вам просто нужно будет больше сахарного сиропа. Сахарный сироп уже приготовленный. Чтобы его приготовить, вам нужно один к одному сахара и воды, горячая вода и сахар. То есть, например, полкило сахара, полкило воды, вы это всё размешиваете, и у вас получается сахарный сироп. Вот это такие жидкости. Кроме этого, конечно же, понадобится лёд. И я беру из фруктов яблоко мелко нарезанное, половинка, на самом деле нам понадобится четвертинка апельсина. Я беру лайм, тоже половинка лайма. И цедру срезаю с апельсинки, чтобы вот эти все запахи, которые есть в апельсине, они тоже проникли к нам в сангрию. И ещё я решила вам показать, типа мастер-класса, как нарзанникам открыть бутылку, потому что не все это умеют. Здесь у нас красивая золотая штуковина, сетка, которую нам нужно снять. Ну и на нарзаннике есть вот такой ножичек, которым отрезается бумажка или фольга, которая есть на вине. Дальше мы берём сам штопор и ввинчиваем его. Желательно, чтобы посерединке он был ввинчен, чтобы у вас ровненько потом уже вышла сама пробка. Теперь мы немного нагибаем вот эту часть. И здесь есть такая ступенька, мы её открываем, облокачиваемся, придерживая этой ступенькой, и вытаскиваем пробку. Когда мы доходим до предела, мы на следующую ступеньку переходим и уже до конца вытаскиваем пробку. Та-дам! Очень легко и просто вот эта штука работать. Теперь мы кладём наши фрукты. Четвертинку апельсинки. Выдавливаем лайм. Какой-то этот у нас странный лайм. Жёсткий. Да, жёсткий лайм. Жёсткий лайм. И цедру немного заворачиваем и кидаем. Так, перекручиваем немножко. И эфирные масла. Да, эфирные масла выходят и будут проникать в наш напиток. Теперь мы наливаем сахарного сиропа. У нас там на заднем фоне нам песни поют. Мы любим сладкую сангрию, поэтому мы достаточно много сахарного сиропа наливаем. И я вам могу сказать, мы любим пьяную сангрию. Поэтому мы наливаем на одну порцию примерно половину бутылки. Вот так. Дальше засыпаем лёд. Много льда, потому что это сильно охлаждённый напиток. И заливаем всё газированной водой. Лето! Ах, лето! Можно добавить веточку мяты для красоты. И немаловажно размешать всё это. Да. Можно вот так вот придерживать и всё это перемешивать. Дегустируем. По-моему, получилось даже очень неплохо. И вот такой штуковиной, которую я всё время забываю, как называется. Вот так мы её кладём. И уже, чтобы безо льда, безо всяких этих фруктов, мы сможем налить нашу сангрию. Красивый бокальчик. И снова здравствуйте. Привет. Вы пока что только меня видели, поэтому... Кто здесь? У нас есть сегодня вопросы. Самые главные вопросы – это какие серёжки у меня были в начале прошлого видео? Ну, ты бы показала их? Они в другом месте. Бася Фу. Это серёжки у меня из H&M. Они красивые, мне они нравятся. Я их много раз показывала на своём канале. И на самом деле второй раз в жизни вчера я их одевала. Да? Да. А первый раз когда? Первый раз с оранжевым платьем я когда-то их одевала. Ну, мы специально для него и покупали. Привет, привет. Привет, привет. Ещё один вопрос по поводу основы под лак OPI. Мы уже говорили, мы её покупаем либо в Ревгуши, либо в Ильдебуте. В Ильдебуте чаще, потому что Ильдебуте как поставщик OPI в России. Часто в Гуми покупаем, потому что там иногда дешевле, чем... Это Артикали. Ну, в Гуми. Да, в Артикали. Дешевле, чем в Ильдебуте бывает. Да. В общем, мы с Аней поняли, что нам нужно расходиться в два магазина... По поводу всего. По поводу всего. И продуктов, и всего. У нас везде же разные цены. И созваниваться. Сколько там огурцы стоят, ты берёшь. Сколько там основы стоят, ты берёшь. Да. Вот. И ещё один вопрос. И вопрос от Марины Романович. Вы, кажется, говорили, что Ваша мама не особо уделяла себе внимания. Так как Вам удалось привить и развить в себе эту тягу, ухаживать за собой? Быть красивой и прекрасно выглядеть. А дальше? Ну, а что дальше? Любить себя. То, что Анютка следит за собой, мне понятно. Вы для неё пример. Как у Вас это получилось? Ведь многие женщины, даже младше Вас, уже повязывают платочки. Платочки. Да. Вот по поводу Анюты я, например, считаю, что не факт, что понятно. Вы же наверняка знаете, что у Людмилы Гурченко, например, которая за собой всю жизнь ухаживала, и крашеная всегда была, и сколько она операций пластических сделала, и дочка вообще за собой не ухаживает. И в одном из интервью она говорила, совершенно так и так, конкретно на этом делала у Дареньки, что она вообще макияж не делает, за собой не ухаживает, что она не хочет быть похожа на свою маму. Так что то, что Аня так вот молодец за собой ухаживает, я горжусь ей. Вот. А как мне удалось? Я не знаю. Я не знаю, мне просто очень хотелось, я же вам рассказывала в каком-то своем видео, что мне очень хотелось, как в книжках, как вот в кино выглядели женщины, как в косметических книгах рассказывалось, как ухаживать за собой. Поэтому я не знаю, меня просто всегда тянуло это. Сколько папа ругался мой. Когда я по утрам делала макияж, он всегда с осуждающим видом проходил мимо моей комнаты, и сколько раз он мне аннотации читал, что вот ты 20 минут своей жизни тратишь неизвестно на что. На что я ему говорила, папа, я вот трачу всего 20 минут своей жизни, чтобы потом себя прекрасно чувствовать и получать комплименты. Ну, в общем, понимаете, вот борьба шла, такая серьёзная. Если Аньку ругаю иногда даже, что она не красится дома, например, или как-то так быстренько что-то делает, то меня ругали за то, что я крашусь. Я вам хочу сказать, что вот это вот со временем то, что не прошло, на мой взгляд, вот эта тяга к красоте, к уходу за собой, мне кажется, что главным залогом вот этой тяги является то, что мама, ну и я, в принципе, мы это делаем для себя, а не для кого-то. Это правда, да. Потому что очень многие женщины красятся и ухаживают за собой, чтобы зацепить противоположный пол. А мы это делаем просто для себя, потому что нам нравится, нам это нравится, одним словом или двумя. Вот очень часто, очень печально это, конечно, наблюдать, женщины до свадьбы одеваются и как-то красятся. Ухаживают, следят за собой. Ухаживают, пытаются, да. И после свадьбы вообще забрасывают это дело. Как будто бы её подменили. Угу, непонятно. Ну, у меня, кстати, и муж всегда ругался, что я крашусь, что на меня обращают внимание. Тоже шла борьба, кстати. Хотя, когда мы познакомились, я красилась. И для него это не было неожиданности. Они знакомятся вот с тем, что есть, и думают, что потом человек должен стать другим. Я не понимаю. То есть, понимаете, вот самое главное – иметь своё собственное мнение и не зависеть от окружающих. Всё равно ты победишь. Вот я же победила, да? Теперь тоже. Ну, я, кстати, вот всегда красилась постоянно после смерти сына. У меня такой закидом произошёл, что я… Анька ругается. Иногда могу себе позволить, но вы видите, да? А так, в принципе… Анька ругается. Ругается, что я распустилась. Ну, вот, так что есть ещё один стимул. Это очень важно, чтобы всё-таки вас поддерживали. Я, помнится, читала когда-то внук Эдиты Пьехи, Стас этот самый Пьеха, да. Он ей всегда говорил, бабушка, ты почему сегодня не одела своё лицо? Так что вот. Вот так вот. И благодарности на сегодня. Ну? Ты всегда первая говоришь. Нет благодарности. Почему? Есть, конечно, благодарности. Я сегодня благодарна за то, что мама меня сегодня поддерживала. Почему я тебя поддерживала? Да. А, вспомнила я, да. У меня сегодня… У неё расстройство было. Да, меня расстроило. Меня, знаете, расстраивает иногда несправедливости, которые есть в жизни и в реальности. И мама меня сегодня поддерживала. Да. Я очень, да, это благодарна. Пусик. А я благодарна просто за хороший день. Иди в маслятки. Иди в маслятки. Ой, да, у тебя успокоилась. Положительный решился. У тебя успокоилась. И я успокоилась. Да, у нас сегодня был у обеих стрессовый день. Ты можешь, Лёшки. Вот, всё. Я весь день ходила и говорила, Аня, я сижу просто как на пороховой бочке. Басик, Басик, иди вниз. Всё. И мы с вами обязательно увидимся завтра. Пишите ещё свои вопросы. Мы очень любим на них отвечать. И всё-таки напишите, что вот эта вот искорка, которая вот сделала ваш день сегодня необыкновенным. Что это была за искорка? А у нас сегодня что была за искорка? Мне кажется, у нас уже второй день подряд нашей искоркой всё-таки является наш план жизненный. Мне в настоящем хорошо. Видишь, как я тебя повела. Ты моя рыбка. Мы вас любим очень-очень сильно, обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра. Наисчастливейшего дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.